Каждый год в Великую Пятницу совершается крестный ход от Притория темницы Спасителя на Голгофу, повторяя путь Иисуса Христа. С измученного и израненного Иисуса воины стали снимать багряницу поругания, которая уже присохла к его кровавым ранам. Терновый же венец остался на его главе до самой кончины. По жестокому римскому обычаю, приговоренный к смерти, должен был сам нести свой крест. Спаситель, которому всего несколько дней назад Иерусалим кричал «О Санна!», теперь шел израненный по улицам, влача над себе тяжелый крест. Иисуса вели к месту казни перед всем народом, как разбойника среди разбойников. Обычный крест для распятия весил от 70 до 100 килограмм и был гораздо длиннее тела человека. Эта ноша была непосильной для изможденного Иисуса. Он двигался очень медленно. Воины подгоняли его ударами, но обессиленный он падал под тяжестью креста. Там, где дорога еще круче уходила в гору, спаситель вновь пал под тяжестью креста. Чтобы ускорить шествие, воины заставили проходящего некоего Киринея Нина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Симон, сподобившийся нести крест Господа, был близок к его ученикам. Сыновья его стали известными христианами. О Руфе и его матери очень высоко отзывался впоследствии апостол Павел. Субтитры создавал DimaTorzok На месте падения Спасителя на стене можно видеть камень. Часть мостовой, поднятой для поклонения. На камне виден отпечаток руки Спасителя, очевидно, локтевой части. Субтитры создавал DimaTorzok По путешествия Христа был дом некой девицы Вероники, которая проявила сострадание ко Христу, не побоявшись окружающей злобной толпы, и утерла его лицо платком, на котором отобразился лек Спасителя. Есть предание, что эта Вероника являлась той кровоточивой женщиной, которая стелилась, лишь прикоснувшись к одеждам Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Женщины презрели народные обычаи, не выражаясь сочувствия преступникам, ведомым на казнь. Иисус с любовью принял эти искренние слезы сострадания. Чириус Иерусалимский Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Субтитры создавал DimaTorzok Незадолго до подхода крестного хода к храму Гроба Господня происходит открытие дверей храма. Ключи находятся с XVI века в руках одной мусульманской семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Александровское подворье, где в конце XIX века был обнаружен порог судных врат. Сами ворота не сохранились, только порог, часть стены времен Ирода. За порогом находится кусок Голгофы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok